Есть традиции, которые из страха Божия как бы существуют. И там люди приходят, они говорят, Бог покарает, Бог покарает. И они из этого исходят и начинают как бы, ну, то есть их служение связано с тем, что они имеют страх Божий. Это хорошо тоже, это подсказать. А вот ребята, они, по-моему, не имеют страха Божия. Это дорогое им настроение. Есть религии, религиозные традиции, пути, в которых люди следуют Дхарме. И они говорят, это обязанность, это путь, это исполнение обязанностей. И вообще ведический путь в целом, он как раз направлен на то, чтобы люди следовали обязанностям своим. Исполняя обязанности, они могут достигать цели. Этот путь также авторитетен, он связан с постепенным развитием. Веды в целом говорят об этом. Они говорят о том, что если вы будете исполнять дхарму, Бхагавадгита говорит об этом, следует Дхарме. И люди следуют Дхармам различным. Там Бхагавадгите Кришна объясняет. Это путь кармы, путь гьяны и путь бхакти. В конце он говорит, оставь все эти другие дхармы и просто предайся мне. Сарва дхарман паритья джа, мам экам шаранам в раджа, агам твам сарва павебьё, мокшей шьями машу чага. Этот стих он говорит, оставь все другие дхармы, кроме бхакти. Шримад Бхагаватам начинается с того, что в первых стихах говорится Дхарма проджита кайтаво отра. Отбрось все другие дхармы, кайтава дхармы, ложные дхармы, по сути дела. И то есть это Бхагаватам, который, по сути дела, нам открывает истинную дхарму, бхакти, продолжает Бхагаватгиту. И Шичайтаня Чаритамрита продолжает Бхагаватам. То есть последнее наставление Шримад Бхагаватам говорит о том, что Ягьяи санкирта на праяи, яджанти хисумедхасам. Говорится о том, что явится личность, которая будет не цвет Кришны, а Кришна. То есть он будет, хотя он не будет иметь тот же самый цвет, что Кришна, но это будет Кришна. И он будет воспевать святые имена, и он явится вместе со своими спутниками. Санга, Пангастра, Паршадан. Спутники, оружие, последователи. И Шичайтаня Чаритамрита начинается с того, что здесь прославляются святые имена Господа. Господа Шитани, Господа Нитянанды. Вот мы читаем эти первые главы, как раз об этом здесь прославляется. Здесь прямо вообще в этом стихе говорится. И здесь, как бы, очень важный стих, он такой, показывает путь, по сути дела, который, вот эта вот последовательность Писания, которое представил Шива Прабхупада, она открывает нам, то есть, от Бхагавадгиты к Шичайтаня Чаритамриты, которая открывает нам настроение Господа Шитани, Господа Нитянанды. И более того, здесь говорится, что вот этот момент, связанный с умонастроением Господа Нитянанды, который, по сути дела, является тем, кто благословил Кришнадаса Кавираджа Даса Госвами на написание Читани Чаритамриты. Я напомню эту историю. Господь Нитянанды явился во сне Кришнадаса Кавираджа Даса Госвами. Благословил его и сказал, иди во Вриндаван, иди во Вриндаван, Вриндаван. Кришнадас Кавираджа Даса Госвами пошел во Вриндаван, там принял прибежище у Рагунатха Даса Госвами, служил, и в какой-то момент преданные стали его просить, что ты должен написать Шичайтани Чаритамриту. Он уже был в очень преклонном возрасте, но, по сути дела, даже вот он не мог держать ручку в руках, или там перья были, может быть, я не знаю, что там было, писательное устройство какое-то, да, солидное, вес имело. Он молился, да, то есть фактически вот это произведение, оно было создано по милости Господа, то есть Кришнадас Кавираджа Даса Госвами, он молился Господу. В один из моментов он появился перед божеством Мадонага Пала, молился в таком беспомощности, в отчаянии. Дай мне силы написать для людей кали-юги, то есть для нас с вами он хотел, чтобы вот мы получили эту милость на самом деле, потому что это проблема, когда уходит основатель религии или личность, которая дала откровение. Очень часто происходят всякие удивительные вещи, и люди все рассеиваются, люди забывают, там первое поколение еще помнит, второе поколение еще меньше помнит, а третье уже совсем о чем-то другом, так сказать, помнит. Но здесь была такая ситуация, что Господь Читания ушел, оставил этот мир, эти игры, и Господь Нитянанда вдохновил последователей, чтобы они зафиксировали учение и практику. Сам Господь Читания послал шестерых госвами, здесь также говорится о том, что мы можем понять Господа Читания, Господа Нитянанду по милости шестерых госвами, которые написали труды, написали писания, которые суть учения и практики зафиксировали. И здесь говорится о том, что о важности того, что Господь Нитянанда сделал. И Он послал Кришнадаса Кабираджа, Даса Госвами в Абриндаван, и Он там стал писать шестерых госвами в Абриндаван, которые, по сути дела, являются такой авторизованной биографией Шестерых госвами Махапрабху и всей Панчататтвы. То есть раскрываются. Это самое сокровенное произведение, которое перевел Шилапрабхупада. В какой-то момент нам уже много раз рассказывали эту историю, Шилапрабхупада обнаружил, что преданные очень медленно работают, медленно переводят. То есть получалось так, что Шилапрабхупада писал быстрее, чем преданные могли напечатать. Вот такой парадокс был. Хотя он был уже почтенный такой старец, там 70 лет и больше, но он писал, а ребята молодые спали больше, чем необходимо ночами. То есть Шилапрабхупада спал 2-3 часа, они спали 6 часов и не успевали за Шилапрабхупаду. И он сказал, он дал благословение, говорит, давайте, ребята, совершим подвиг, подарим миру Чешичи Таня, Чаретамальту. За два месяца. Он сначала спросил, за сколько вы можете? Ну там ребята напрягли мозги, значит, начали фантазировать. Он сказал, ну не меньше там, не помню, сколько они сказали, но, по-моему, полгода сказали сначала. Или 18 месяцев, по-моему, сказали. Не меньше 18 месяцев. Шилапрабхупада говорит, нет, это не устраивает. Времени ждет, времени ждет. Это ума настроение, у Шилапрабхупада было немного времени, и он за это время сделал колоссальные вещи. И ученики его вынуждены были уподобиться Шилапрабхупаде. Они сделали то, что он просил. Он сказал, два месяца. Two months. Два месяца, не более. И, как говорится, глаза боятся, руки делают. То есть они боялись, что они не смогут это сделать, но они начали эту работу. И даже там вот, там, те, кто возглавляли ББТ, они пошли тут же прямо вот, услышали наставление Шилапраба, пошли и составили план на два месяца. Как сделать за два месяца? И начали действовать. Когда говорится, что когда саду святой дает нам какие-то наставления, он дает нам энергию для того, чтобы мы могли исполнить это. И Шилапрабхупада дал эту энергию, и ученики приняли эту энергию. То есть Шилапрабхупада мог как святой, как саду, как великий предный Уттама Бхакта, он мог, ну, в принципе, взять, вот, посмотреть на человека, вот так вот, в глаза ему, и тот мог стать на очень возвышенно преданным, сразу на высокий уровень подняться. То есть это вот милость. У нас здесь сейчас Шилапрабхупада смотрит на нас со всех стен, и просто мы не вмещаем его взгляд. Вот в чем проблема. Его желание, его умонастроение. Он даже на нас смотрит. Сейчас Читань Чаритамриту открыли, да, Шилапрабхупада? И он читает вместе с нами Читань Чаритамриту. И вот там собрались те предные, которые за два месяца сумели это сделать. Они взяли и сделали это. Просто взяли и сделали. Совершили этот подвиг. И Читань Чаритамрита, как здесь в этом стихе говорится, что без поклонения и прославления стоп лотосных Господа Нитянанды мы не можем продвинуться. Мы не можем... То есть очень важно вот это умонастроение понять. Шилапрабхупада. Он приехал с этим умонастроением в Америку. И без этого умонастроения... Это самая главная вещь, которую мы должны понять из парампоры. То есть вот это умонастроение создает мотивацию служения. Потому что многие люди думают так, и до сих пор так думают, что я очень разумный, я очень сильный, я господин, я повелитель. У кого-то из вас вот такая мысль закрадывалась, промелькивала вот в вашем небосклоне вашего ума. Ишвара такой. Я Ишвара. И вот это другое умонастроение. В этом умонастроении нельзя понять. Ни Бхагавадгиту, ни Читань Чаритамриту, ни преданных, ни движения. И вот это движение может быть взято из парампоры. Поэтому представитель парампоры очень важен. Поэтому мы должны держаться за лотосные стопы Шилапрабхупады и понимать, как вот... О чем думал Шилапрабхупад, что он хотел. В этом году исполняется 50 лет основания движения сознания Кришны Шилапрабхупады. И он как раз есть такая возможность оглянуться назад и понять истоки этого движения. Умонастроение основателя Ачарии, положение основателя Ачарии. И здесь Шилапрабхупады выражают это в комментарии. Он говорит о том, что без милости Господа Нитянанда мы не можем продвинуться к Шираде Габинди. У нас вот там Радха Шемасундара, да, вот слева проявились на алтаре. Апрати Радха Шемасундара, да? Вот. Очень здорово. Это как раз символично. Это соответствует вот этому стиху, который мы сегодня разбираем. Мне вспоминается одна история из жизни российского ИСКОН. Недавно я был в городе Омск в Сибири. И там проявились пять лет назад божества Шиширада Говинда. И в этом году мне рассказали историю, как они там проявились. Это необычно. То есть, вот это единственный город, где проявились божества, установленные в храме Шиширада Говинда. Вы знаете об этом, да? Это единственный в России бы вот такой храм, где установлены божества Шиширада Говинда. Пуджарий мне рассказал историю, что когда первые русские предные поехали в Индию, в 1989 году они там получили божества Шиши Горни Тай. Эти божества приехали в Россию. Они там путешествовали разными путями, путешествовали. Там кто-то начал им поклоняться, потом он не смог. И в общем, так или иначе, эти божества оказались в городе Омск. Им начали поклоняться. И в течение 20 лет поклонения Шиши Горни Тай они получили доступ к Шиширада Говинде. То есть, вот так вот, это действительно так вот, как здесь говорится, что получив милость Господа Нитянанды, мы обретаем, это Кришнадарский раж Дасга с вами говорит, мы обретаем милость Шиширада Говинде. Непосредственно там вот я как бы ощутил, что вот эта вот связь вот такая есть, что это поклоняясь всемилостливому Нитаю, у нас Шиши Даял Нитай, это всемилостивый означает, то есть он очень милостивый. Когда Шила Прабхупада приехал на запад, он стал устанавливать божества. И на Баксиданта Саразвати, он устанавливал божества Шиши Горга Дадара. И Шила Прабхупада обнаружил, он стал вглядываться вот эти вот лица, глаза, выражения лиц, ума настроения и понял, эти люди не поймут возвышенную вот это взаимоотношение Шиши Горга Дадары. Им нужна милость Господа Нитянанды. Им нужна милость Господа Нитянанды. Поэтому он стал устанавливать божества Шиши Горни Тай. Потому что он хотел пролить милость Господа Нитянанды на людей, которые будут проявляться и притягиваться. Потому что он подумал, что без милости Господа Нитянанды они не смогут обрести милость Шиши Рада Говинды. То есть это прямая такая связь. И нет другого пути на самом деле. То есть люди не могут в этот век, в это время проникнуть в тайну Шиши Рада Говинды. Не могут войти туда, в эти взаимоотношения, в это умонастроение, в эти игры. Но Господь Читания, Господь Нитянанды сделали вот этот путь для нас очень легким. Они, по сути дела, нас с черного хода заводят, как бы бесплатно, без билетов. Мы билетов не покупали, но они открывают нам и говорят, вы можете получить милость Шиши Рада Говинды. Господь Читания говорил, что я садовник, у меня есть множество плодов любви к Богу, я могу их раздать, но у меня мало рук. И он говорит, давайте вы, вот своими руками, сделайте что-нибудь. Маленькие усилия, одну жизнь, маленькие усилия. И вы можете прийти, войти в выигрыши Шиши Рада Говинды. Это Господь Читания и Господь Нитянанды, они имели вот это умонастроение, милости. То есть, это религия не религия страха, не религия долга, это религия милости, которая беспричинно еще распространяется. Поэтому многие не могут понять это движение, это таинственное движение, но это непривычное, просто такого нет нигде. Вот надо понять, что такого нигде нет. Такого настроения, такой цели. Люди не могут просто понять, что сразу вот взять из болота, материальной жизни, выпрыгнуть, освободиться по ходу выпрыгивания от всех анарт, и впрыгнуть в игры Радха Говинды. Поэтому так нелегко проповедовать, поэтому так нелегко пробуждать людей, как вот Арджуна Прабу сделал этот фильм, зажигающий сердца. Как нелегко зажечь сердца людей, потому что очень большой путь надо преодолеть вот этой душе, дживи в этом теле, что вот из какого-то полуживотного состояния, к сожалению, вот так надо констатировать, что мы находимся почти такой, двуногие животные, Шилл Прабхан назвал, никого не оскорблял, он просто говорил, потому что если вот его видение спроецировать, он посмотрел на этих людей и думал, ну, вроде животные какие-то. А почему животные? А потому что они не думают о Боге, потому что они не служат Богу, у них на лице нет вообще-то эмоций служения Богу, они думают, как заработать на хлеб насущный, вот так вот, как исполнить какие-то свои маленькие материальные обязанности. Но человеческая жизнь не предназначена для этого. И она предназначена для того, чтобы осознать Бога. И здесь вот редкая возможность на протяжении Кали-юги, когда Господь Чайтань является один раз в день Брамы. Кто-то из вас имеет вот такое мощное воображение, чтобы представить, что такое день Брамы? Сколько лет день Брамы составляет? Вопрос. Матаджи, а миллиарда, говорит. Миллиарды, да, миллиарды. Мы привыкли к категориями 10 лет, 50 лет, вот такими мыслями. У нас наше вот это воображение такое. Тут о миллиардах лечь идет. И вот раз в эти миллиарды, 8 миллиардов, приходит Господь, это день Брамы, и приходит Господь Кришна, и за Ним Господь Чайтань. И Господь Чайтань открывает путь, доступ в игры Господа Кришны, Радха Говинды. И вы настолько удачливы, что вы родились в это время. Понимаете, вот какая великая удача произошла. Вот вы, вас угораздило вот проявиться вот так вот в результате каких-то немыслимых сочетаний гун, комбинаций. Вот вы вдруг родились в это время. И более того, не только родились, но каким-то непостижимым образом соприкоснулись с милостью Господа Чайтань, Мхапрабуд. Из многих, как Кришна говорит Багу Адгити, «Манушся нам сахасрешу, кащит ятатиси дае, ятатам аписида нам, кащин мам витит саттатватага». То есть, по сути дела, очень немногие стремятся в этот век к Богу. Немногие. Религиозных людей много, но к Богу никто не хочет. Все стоят в очереди там, свечки поставить, еще что-то. Ничего не меняется в душе, вот в чем проблема. Господь Чайтань пришел для того, чтобы осуществить вот эту связь, то есть, чтобы люди могли предаться к Богу, предаться через милость Господа Нитянанды. Вообще, Господь Нитянанда настолько необычная личность, настолько, то есть, вот эта вся глава, если вы помните, рассказывает о его удивительных потенциях, он вообще все делает в этом мире, создает миры, становится слугой, выполняет все функции. Это Севака Бхагаван, то есть, он Господь-слуга. Для нас это вот, мы хотим стать этими людьми, которые помогают другим людям осознать Бога. Прежде всего, в себе, потом другим. И Господь Нитянанда, это делал, он служил вот таким образом, он ходил и подходил к двери и стучал к людям и сказал, «Воспевайте святое имя Господа Гоуранги! Почему вы спите? Джиев Джагу, почему вы спите?» Кто-нибудь из вас ощущает сонливость? Это означает, что мы спим, в духовном отношении мы спим, хотя тела могут быть даже пробуждены, но пока у нас нет интереса вот этого понимания к миссии Господа Нитянанда, мы, по сути дела, спим или подпрыгиваем где-то около, рядом что-то такое, так сказать, пританцовываем, но нам надо погрузиться в это монастырогене, чтобы быть там и не выходить из него. Когда Вьясадева пять тысяч лет назад как-то раз рано утром вышел и в горах Гималаев и погрузился в медитацию, он вдруг ощутил и увидел лица людей, и в Кали-йогу. Вот наши лица он увидел и говорит, ну, эти люди не способны будут вообще, как они спасутся? Их качество мандасу, мандаматайо, мандабаги, хиупатуртага. Это ленивые люди, это несчастные люди, они в стрессах, в заботах, и у них нет удачи. Он говорит в начале Шиматбагаватам, в первых главах, что у них нет удачи. Как помочь им? Это так Вьясадева думал. И он написал Багаватам, чтобы спасти людей. Шилпрупада перевел Багаватам, перевел на русский язык, как-то раз Шилпрупаду. Он очень хотел попасть в Россию, но не пускала советская система, было нелегко оформить визу. И нашелся один разумный ученик, который взял и оформил туристическую визу. И Шилпрупада был где-то на Гавайях, его спросили, вот есть возможность поехать в Россию, но здесь очень тепло сейчас, вот сезон манго начинается, Шилпрупада, что вы будете, как вы решите, как действовать? Шилпрупад говорит, проповедь в снегах России для меня слаще плодов самых сладких манго, которые вы мне можете предложить. Вот он думал так, вот это умонастроение Шилпрупада, который уже в преклонном возрасте там готов был ехать в Россию для того, чтобы нас с вами как-то пробудить к жизни духовной. И он приехал сюда, и он дал нам эти книги. Сегодня у нас день Санкерта на выходного дня. Я правильно говорю? Так? Правильно? Проповеда Прабу не даст соврать. И Шилпрупада приехал и сказал, распространяйте мои книги. Пока вы будете это делать, я буду жить. Хотите, чтобы Шилпрупада жил дальше? Надо распространять книги просто. Простой процесс. Даже вот этот маленький мальчик, беспокойный, он может взять книгу и предлагать людям вот туда энергию свою вкладывать, вот туда, вот в эти. Когда дети распространяют книги, это всегда, ну, такое довольно интересное явление. Я наблюдал тоже. То есть, когда люди смотрят, даже ребенок, простой парень, и он предлагает, с энтузиазмом предлагает книги нам. Даже дети. Дети могут проповедовать. То есть, Шилпрупада хотел, чтобы, ну, вообще, вот в ранние годы практика сознания Кришны, она в этом заключалась. Пели святое имя и распространяли книги. Когда книг не было, журналы распространяли. Выходили и распространяли. По 8, 10, 12 часов в день. Это было саддана. И это саддана первого поколения учеников Шилпрупады. Поймите, что вот это самое верное поколение, вот это умонастроение. Вот сейчас, недавно здесь Хари Шауре читал нам семинары, воспоминания о Шилпрупаде. И сейчас очень такое важное время, когда мы можем еще воспринять вот эту милость первых учеников Шилпрупады. Потому что ниоткуда это самый, как бы, такой верный путь, как умонастроение Шилпрупады почувствовать. Нам надо использовать вот эти шансы, как бы, общаться с учениками, первыми учениками Шилпрупады, первым поколением, для того, чтобы самим воспринять и передать дальше, чтобы наше движение не угасало. Потому что происходит такая вещь в материальном мире. Люди засыпают на ходу, забывают, услышали вот, а в следующее мгновение уже забыли. Вышли и забыли. Не помню, потому что ум очень беспокойный, память короткая, память короткая в кальюгу. Это означает, что неблагочестивое прошлое, оно не позволяет нам, мы как бы не предназначены, чтобы помнить. Нам дали бесплатно милость, но мы должны ее еще удержать. Милость-то ведь надо удержать еще. Иначе она выливается из другого уха и уходит. Вот еще проблема. Поэтому очень важно милость Шилпрупады заслужить реально, удержать ее. И поэтому процесс Санкертаны, Харинама Санкертаны, распространение книг, это процесс, когда мы концентрируемся на святом имени, на воспевании или на священных писаниях, которые являются концентрированной формой святых имен, неотличной от них. И вот если эта концентрация есть, и мы сумели свою жизнь так организовать, что мы помним постоянно о миссии Шилпрупады. Ведь основной наш принцип какой? Всегда помнить и никогда не забывать. А когда вот это не забывать происходит? Когда мы забываем? Когда мы соприкасаемся с материальной энергией. Она, у ней своя проповедь. Она через ум действует, она шепчет. Кто-то имеет такой опыт практики слышать шепот материальной энергии в своем уме. Она шепчет и причем очень настойчиво, так сказать, иногда так громко кричит даже предайтесь материи, по сути дела, Майи. Она предлагает нам разные варианты предания, но предания по сути дела не Кришни. Она вдохновляет нас стать ишварами этого материального мира. Говорит, да вы, ты такой сикой, такой розеттокий, такой вот прям, тебе только не хватает, вот я тебе предлагаю вот это, и будет тебе счастье, если вот это возьмешь, вот это тело, вот эти условия, эту миссию, это соблазнительница такая, она же является учителем, она проверяет, она говорит, иди сюда, если мы идем, она говорит, иди, 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 и она нас, так сказать, заключает в свои объятия, из которых трудно вырваться, они очень такие, дурга, то есть трудно преодолимое, так сказать, поэтому нам надо попасть в объятия Господа Нитянанды, который нас тоже зовет, он говорит нам, здесь вот Кришнандарский вираж говорит, идите в объятия Господа Нитянанды, нет другого пути, без этого вы не сможете приблизиться ни к Господу Читани, Махапрабу, и тем более Кратха Гавинги, войти в его игры, это, это милость такая, без которой мы не можем, по сути дела, ну, то есть, вот эта энергия милости Господа Нитянанды, она должна войти в нас, это наша цель должна быть, как проповедовал Господь Читани, Господь Нитянанды, если вы помните, да, что он делал, Господь Читани просто смотрел на человека, подходил к нему, обнимал его, поэтому предные обнимаются все время, заметили, да, делятся, милостью, и давал святое имя, и он даже так это давал, что человек, который, там, рыбак, помните, в пури, поймал Господа Чайтаню, каврангу в океане, поймал в сети, и просто момент, то, что он поймал Господа, экстаз духовный передался ему, он начал в экстазе повторять святые имена, у него признаки экстазы в его теле начали его, пронзила его, так сказать, духовная энергия Харинама Санкертона, он стал повторять святые имена и подумал, что я с ума сошел, в каком-то смысле наше движение, это движение сумасшедших людей, в материальном смысле, материальном, то есть, они с материальной точки зрения сумасшедшие, они отказываются от материальной жизни и предаются духовной жизни, с точки зрения обывателя, это как бы, они думают, да вы сумасшедшие, ребята, вы сумасшедшие, часто нам говорят, нахренам, да вы сумасшедшие, чего вы так танцуете, где вы там, основное объяснение, наверное, наркотиков вам каких-то там поднасыпали, и до сих пор люди так думают, это неверно, мы не сумасшедшие, наркотики не употребляем, это для телеэкрана говорю, нет этого у нас, наоборот, мы против наркотиков, вчера мы в Госдуме говорили, что у нас самое активное движение антинаркотическое, то есть мы, почему у нас получается людям помогать, потому что мы сами этому просто следуем, у нас это принцип жизни, мы выходим и говорим, что человек имеет силу тогда, когда он сам следует, когда он бросил наркотики, тогда другие люди начинают, ну действительно, правда, можно бросить, а когда человек что-то там мямлит, а потом идет и курит за углом, какой-нибудь врач, допустим, то веры в его слова нет, люди не предаются этому, они не следуют этому, поэтому очень важно из благодарности, вот здесь вот также в этих словах Кришна Даса Кавираджи Даса Даса с вами сквозит благодарность, он говорит, он благодарит, прославляет Господа Нитянанду, и так можно получить милость, кстати говоря, если мы будем благодарить за милость, то милость будет входить в нас и прорастать, вот важный момент, то есть только в благодарном сердце, когда мы всех благодарим, начинает прорастать семя бакти, так сказать, оно начинает развиваться, это как бы благоприятная среда, которая позволяет расти, то есть неблагодарность означает, что мы скупцы, то есть мы что-то вот у нас как бы получили милость, но мы вот как бы так вот удерживают, пытаемся удержать ее, как бы, для себя сохранить. А Господь Нитянанда сказал, я даю вам, идите и распространяйте дальше. То есть, вот это наше движение в том, чтобы распространять. Сейчас вот, надо сказать прямо, дух проповеди несколько утрачен. Мы можем так смотреть непредвзятым глазом. Ну, я имею в виду, что, вот если мы сейчас сравним, сейчас он восстанавливается, но вот в начале 2000-х годов, когда был кризис в Искон, в связи с уходом Харикеш-свами, был упадок вот такого умостроения проповеднического. И распространение книг уменьшилось в 10 раз. Сейчас, по последним данным, ББТ радует нас, вдохновляет. 800 тысяч книг в год распространяем мы все общими усилиями. 800 тысяч. Санкиртана, Ягия, Ки. А в 1992 году Россия распространила 2 миллиона 400 тысяч книг. Санкиртана, Ягия, Ки. Не было еще храмов, не было, так сказать, таких вот опытных проповедников, но дух Санкиртана был очень силен. Понимаете? Вот есть куда расти нам, понимаете? Есть куда расти. То есть мы в тот год, в 1992, мы заняли самое первое место в мире. Обогнали Индию, Барата Варшу. Сейчас она далеко впереди. Ну, мы тогда обогнали Индию даже. Это значит, что мы можем, собственно, рождать предных Санкиртаны. Мы можем их родить, воспитать, и они будут... Вот, может быть, это будущий предный Санкиртаны. Такой вот, сейчас он беспокойный. Тогда вот такие беспокойные ребята шли на улицу и распространяли книги. Дети распространяли в больших количествах тоже. Я помню, был рекорд установлен одним преданным из нашего храма, Дхармы Прабу, на марафон Шилбрупады. Он распространил в один день 1024 книги. Это преданный, простой преданный из Воронежа, такой с веснушками, так сказать, рыжеватый. Простой парень вышел и тысячу книг распространял, один. И вы можете это. У вас гораздо больше. Вы больше слушали, вы больше имели питание просадом, вы больше милость учеников, так сказать, Шилбрупады впитали. Вы можете это. Я могу сказать, вы можете это точно. Олеся, вы можете это. Не сомневайтесь. Надо просто поверить в это. Принять милость Господа Нитянанды, что у Господа Нитянанды не было страха. Он страха не имел. Он увидел Джагая Матхай и говорит, они нуждаются, они нуждаются в милости. Кто, как не они. И пошел к ним и начал пытаться их, так сказать, вдохновить. Первая попытка была не очень удачной. То есть пришлось удаляться от этих возбужденных людей. А со второй попытки они стали святыми. Я был в Майпуре у Самадхи Джагая Матхая. Там установлены Самадхи. Их признали святыми в конце концов. Из пьянчук в святые. Понимаете? Это Господь Нитянанды сделал. По его милости они просто трансформировались. И стали великими преданными. То есть это самая большая тайна. Как нам воспринять милость Господа Нитянанды? Если мы это принимаем, Шилу Прабхупаду считают воплощением милости Господа Нитянанды. Нитянанда Авеши. Многие Ачари, Гуру, Гаудия Вашиновизма говорят, это милость Господа Нитянанды воплощенная. Потому что он поехал и сделал то, что не могли никто сделать в движении. Движение Бахтисидан Царасвати очень успешно проповедовала в Индии. Были сотни храмов возникли. Гаудия Матх активно проповедовал. Но вот самые падшие люди на земле не могли получить милость. И кто, как не Господь Нитянанды, мог к ним пойти и достучаться до их сердец? Вот так прийти, постучать, и они начали приходить. То есть они начали пробуждаться, они начали просыпаться. Вот представьте себе, Шилу Прабхупада приехала в Америку в 70-е годы. Там хиппи, там кризис, там цитадель материализма. И он стал там проповедовать. Как это могло произойти? Как это могло произойти? Без милости Господа Нитянанды. Просто эта энергия через Шилу Прабхупаду пришла к нам, и она сконцентрировалась в книгах Шилы Прабхупады. Это наша основа, поэтому книги – наша основа. Она сконцентрировалась в Харинамах, движении Святого Имени, которые везде проникают. И если там мы медитируем на милость Господа Нитянанды, то у нас есть все шансы войти в игры Радха Говинды, на Галоку. Галакера Примадхана, Харинама Санкертана. То есть из Галоки это пришло, это не… Некоторые принижают это движение, говорят, ну это вот вайши какие-то там книги продают. Нет, это движение с Галоки. И по сути дела, следуя поступам Господа Нитянанды, мы можем войти в Лилу, мы входим в Лилу, реально. Потому что Господь Нитянанда это то же самое делал. Нам надо иметь у себя в уме образ Господа Нитянанды, когда вы выходите на Санкертану, должны иметь в уме образ Господа Нитянанды и образ Шилы Праупады, как его воплощение. И они будут вам тогда помогать, наставлять вас, толкать. Не надо думать, что это вы распространяете книги. Не надо так думать. Вы не способны это делать. Ну, сами по себе вот так вот, сами по себе не способны. Но Господь Нитянанда способен это делать. И он может вам помочь. То есть, если вы в компании с Господом Нитянанды, тогда все происходит. Тогда Лилу разворачивает. Тогда вы находитесь, вы делитесь милостью тогда. Господь Нитянанда мог делиться со всеми милостью. И там, и с чандалами, неприкасаемыми, пьяными людьми. Мы можем делать то же самое, следуя по стопам Господа Нитянанды. И получив благословение от Господа Нитянанды в форме наставлений Шелы Прабхупада. Если это происходит, тогда чудо происходит. Мы тогда вступаем в это движение и находимся внутри. То есть, мы все время находимся то внутри, то вовне. То внутри, то вовне. Вы заметили, да, что иногда память отшибает, и мы ничего не помним. Но когда мы вспоминаем, мы опять внутрь проникаем в движение Господа Читания. То есть, вот наша, как бы, миссия такая, чтобы организовать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно находиться в движении Господа Читания, помнить о нем и выполнять эту миссию. Шелы Прабхупада говорил так, что это не просто механический процесс, иногда люди думают, механический, просто я вот что-то делаю такое. Он говорит, напрягайте мозги, разум применяйте. Как представить это движение Господа Читании таким образом, чтобы вот эти люди здесь, сейчас приняли Его с готовностью. Для этого надо напрягать мозги, молиться, разум, чтобы у нас проявился. И тогда это происходит. Это не просто автоматом все дается. То есть, если мы медитируем, Господь дает нам эту потенцию, и мы начинаем как бы проявлять как бы его капли милости, так сказать, проявляются. И люди к нам подходят и не спрашивая, берут у нас книги. Одна Матаджа мне рассказывала первый раз, она еще не инициирована, вышла на Санкерту, но в этом году на марафоне у нас собралось инициацию получать у Читани Чан вечера на право. Говорит, ну я чувствую, я дура дурой. Вот так, прямо она сказала. Ну вот я вышла, и люди берут у меня книги. Несмотря на это, то, что я думаю, что я вот такая секрета. Берут и все. Я, говорит, ты же это со мной, сама удивилась. Это, говорит, милость. Вот эта милость так работает, что я ничто, но вот Господь действует через меня, потому что видит, какие-то искренние усилия я совершаю, я выхожу и даю людям книги, они берут выхватывают, говорят, у меня сегодня пять книг взяли. Я, говорит, вообще думала, что не смогу ни одной распространить. Люди, вышло первый раз, человек пять книг взяли, несмотря ни на что. И надо вот видеть таких людей, которые так действуют и следуют по их стопам. Это самое ценное. Тогда мы сможем удовлетворить Шилопаупаду, который хотел, чтобы все члены движения участвовали в миссии распространения книг. Кто-то издавал, кто-то рекламировал. Сейчас огромные возможности для распространения книг. Даже есть, для ленивых есть возможность сидеть в интернете и распространять книги. Да. Я был недавно, вот в Омске, я рассказывал, да, есть такое прекрасное поселение, называется Пять истин или Панчататва, где преданный читания Чандра Чаранпрабу дал благословение этим людям из Пяти истин. Распространяйте комплекты Шимадбхагаватам. И они начали, они сами, вот как бы не приходила такая мысль вот в прямую, а он им дал это благословение и у них сейчас огромное число заказов на комплекты Шимадбхагаватам. У них просто кончились все комплекты. Они сейчас к нам обратились, говорят, у нас заявки на 50 комплектов, срочно вышлите нам 100 комплектов Шимадбхагаватам. И Падманабха Прабу милостиво согласился выслать им эти. То есть просто вот как бы психологически упала вот эта стена. Они просто предлагают по интернету комплекты, по интернету предлагают, комплекты к них Шилаправпады, комплект Шимадбхагаватам. Люди берут, что энергия Господа Нитянанда действует. Люди берут. Вы не верите в это, а люди берут. Люди верят. Понимаете, когда энергия вот так вот распространяется, просто можно вот так взять. Они по всей стране распространяют, как бы в разной части страны высылают там по почте эти комплекты. То есть так можно работать. Это, ну, интернет как средство связи. Сейчас многие предны так распространяют. Они там общаются, проповедуют и потом просто договариваются о встрече и передают книги при встрече. Причем они собирают нескольких там этих покупателей, чтобы они видели, еще вдохновлялись, что вот друг у друга, что вот у того больше, значит, я тоже возьму что-то и так далее. Вот так. То есть даже вот такие методы работают. Есть прямые методы, есть самые разные методы сейчас есть. Можно сегодня выйти вместе с Прабхупадой, Прабху, и пойти по его стопам. Вот там я видел три тысячи, да? Да. У меня вопрос такой. Это на арифметику вопрос. Или, так сказать, сколько книг Шилы Прабхупады вы имеете в своем личном пользовании? Кто из вас имеет полный комплект Шилы Матбхупады? Прабхупада вижу, Раиса Ивановна, Кришнодавская Раиса. Что-то тут мало, мало этих поднятых рук. Мальчик не имеет еще полного комплекта Шилы Матбхупады. Почему бы вам ребенка не создать ему будущее? Ребенку, вот ребенок искренне пришел, танцует, дайте ему Шилы Матбхупады. Почему вы его лишаете? В этом году там преданные из города Владивосток тоже они, так сказать, возымели такую смелость. Один нашелся богатенький человек, благочестивый, и говорит, а дай-ка я буду распространять комплекты Шилы Матбхупады. Тоже в другом городе уже, Владивосток. И он сказал, если кто-то захочет взять, я плачу половину. Как вы думаете, сколько комплектов было куплено в городе Владивосток? Шиматбхупады. Ну, ты смелый парень, я понимаю, это миллион. Вот ребята, они как бы не обусловленные души, они мыслят миллионами. 42 комплекта. Но это немало, я вам скажу, немало. Для Владивостока это немало, где нет ни одного брамачария. Немало. Вот так можно распространять книги. Просто это вдохновило, и многие преданные вообще не купили комплекты, потому что по бонусу преданные часть комплектов купили даже. Своих детей, так сказать, создали им будущее. Вот ребенок, вот он подрастет, он начнет читать, у него будет разум проявляться, он будет думать, где, куда впереди молчащие познание. Вот надо дать детям своим, надо обеспечить светлое будущее своим детям. Подарите им комплект Шимадбхагаватам и Читянь-Чаритамлит. Никто этого не запрещает. Я тайну открою. Никто этого не запрещает, кроме вашего ума лично. Вы сдерживаете как-то себя, а так почему нет? Почему? Это все возможно, все в ваших силах. Вот Ачари, вот Прабхупада, Прабху, Кришнаданский Вираж. Они воспевают и распространяют и имеют комплекты дома и погружены в их чтение. Берите пример, берите пример. Пока люди с вами действуют, берите пример. Это живые примеры. У нас есть, я уже рассказывал в предыдущих лекциях, у нас есть такие гуру, много гуру, выходят и распространяют пожилые люди, гуру, 60 лет, 65 лет, выходят и распространяют. Ниранжана с вами, Прохладананда с вами, Рохини Сутапрабу, Кавичандра с вами, Шиварама с вами, вот показывали в этом году, он выходит просто и улыбается и дает книги людям. Чем вы, вот если Шиварам с вами распространяет, а что вам мешает по стопам идти, что вам мешает, какие там у вас эти внутренние демоны вас душат, ваше сердце как бы схватили и говорят нет, я не могу. Это пример, люди, гуру, искон действуют как очарь, они показывают собственным примером, как надо. Я помню, мы выходили вместе с Гусуэм Махараджем и распространяли на метро Китай-город, там такой есть подземный переход большой, и мы на двух сторонах стояли со столиками, распространяли книги. Это, во-первых, очень вдохновляет, во-первых, самый лучший способ уменьшить ложное эго. У кого есть еще ложное эго? Сохранилось еще. Так вам надо прописано просто выходить и распространять это как садо должно быть. Даже если у вас не будут брать книги, эго уменьшится. Вот в чем вопрос. Даже книги не берут, а эго уменьшилось. в результате небрания книг эго уменьшилось. Так это здорово. Это здорово. Вчера мы были в Госдуме, распространяли три книги. Люди схватили их, читают, смотрят, так сказать. Да, интересно. Раскрыли, там вглядываются люди. И они спрашивают, вот у вас там вегетарианские рестораны, вот этот Джаггернаут, это ваш ресторан? Ну люди так прочитывают название Джаггернаут. Джаггернаут ваш, да, да, у нас уже пять ресторанов. Места распространений, то есть это кафе, магазины наши, если мы создаем такие точки, то там можно просто легально людям давать книги, будут брать. кафе, магазины, клубы, если вы не можете на улицу выходить и имейте лакшми немножко, организуйте магазин, клуб, кафе, и там к вам будут люди приходить за просадом, и вы будете им давать еще книги. Никто не мешает. Наоборот, Шелбруббадов очень доволен будет. Вот человек разум применил. Взял, организовал точку, где он дает книги и просад, дает книги и четки, и одежду, и многие разные вещи, которые у нас есть в магазине. Дает книги и дает общение в клубе, допустим. Люди любят общаться. Шелбруббадов сказал, цель движения сознания Кришны организовать места, куда люди могут приходить и общаться с преданными. Места, места и там общение организованное. Храм для этого служит, чтобы люди приходили, общались здесь, поклонялись Господу, проповедовали, получали образование и уходили к Радхаговине. Есть ли у вас вопросы по сегодняшней теме? Да, пожалуйста. вопрос. Да, да. Вопрос. Да. Вопрос. 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 Не избавившись от материальных желаний, не избавившись, направленных на удовлетворение потребностей тела и чувств, невозможно постичь Божественную обитель Господа, Кришны Вриндаун. Избавившись. Надо вырвать с корнем эти вещи. Как это делается? Иногда преданные думают, что придя в сознание Кришны, мы должны превратиться в овощи. Такие вот, без какие-то растения, которые без чувств, которые вот там просто вот такие какие-то... Ничего не проявляется. Нет. Надо взять чувства и устремить их, занять их в служении Господу. Не убить чувства, а занять. Это трансформация такая происходит. То есть, поэтому некоторые иногда говорят, мой сын превратился в овощ. Ну, так, родители приходят к нам и делятся. И он, говорит, ходит как привидение, общается как привидение. Это не вдохновляет родителей. Они говорят, дайте нам какую-то деятельность, чувств, направленную на удовлетворение Господа. Тогда мы будем его уважать, ценить. То есть, вот это не... У нас не вот это вот, не овощехранилище такое. То есть, у нас... У нас... Мы хотим, так сказать, трансформироваться так, чтобы чувства были заняты в служении Господу. А когда это, так сказать, может произойти? Когда мы... Энергия вкуса проникнет в нас. Вкуса того, как действовал Господь Нитянанда. Вот слушая о том, как действовал Господь Нитянанда, в наш ум и чувство может войти вот это понимание, как можно направить эти чувства. Куда направить, как. И чувства тогда в полной мере будут задействованы. Я вам открою тайну. В духовном мире есть чувства. Но они нематериальны и направлены на духовные цели. Вот в чем вопрос. Вот в чем реальная как бы тема. Как, по сути дела, духовная жизнь – это тренинг постоянный. Как мы можем чувство направить, задействовать в служении. Вайшнавам, Гуру и Кришне. И вот когда вот это есть... Гуру может быть далеко, а Вайшнавы здесь. Вот парень прямо рядом здесь. Можно начать ему служить. Он упал, а люди подбежали и подняли его во время танца. Вот так было, да? Поскользнулся, упал, они взяли и подняли его. Он дальше продолжил танцевать. Точно так же вот в обществе вайшнавов должно быть. Кто-то упал случайно, чувства, как вы говорите, полыхнули, так сказать, там, ураган, так сказать, пронесся. А преды подхватили тебя и подняли, и понесли дальше. Понимаешь? Вот очень важный момент. Очень трудно бороться с чувствами один на один. Они сильнее. Потому что вы эти чувства тренировали в течение многих жизней. Как ум и чувства, это в одной связке все. Он у вас формировался много жизней. Миллионы жизней вы тренировали, как хватать и толкать в себя все. Вот поедание там. Ну, в общем, короче говоря, у вас есть тренировка, так сказать. Захватывать объект и присваивать его. Я и мое. Вот это. Мы очень тренированы в этих концепциях. А когда вы в обществе преданных, вам стыдно проявлять эти вещи, и у вас появляется другая культура. Не я, но вот я другим буду слушать. А их я им буду давать, в первую очередь, а потом себе. То есть, от этого происходит постоянно тренировка чувств. Когда вы в обществе Вайшнава. То есть, начать. Это великая тайна, которую Господь Читания открыл. Вайшнава Сева. Служение Вайшнавам. Можете начать служить, и чувства будут под контролем. Да? Ага. Чила Праупада взял с собой немного риса. У него там было рис и специи. А потом он приехал в гости, в тот же день, когда приехал. И в гостях уже начал взаимодействовать с людьми, и люди начали, так сказать, ну, в общем. Чила Праупада готов был и поститься даже. Вот такова решимость была. Он приехал в незнакомую страну, незнакомый язык, незнакомая культура, и там проповедовал так, что... Да, у него не было запасов продовольствия. Как Иисус Христос в свое время сказал. Не беспокойтесь о том, что вам есть и пить, и во что вам одеваться. Вот, птицы небесные не ходят на работу, чирикают, поют, и Господь дает им пищу. Ну, то есть, это Иисус Христос сказал. Но точно так же думал Шила Праупада, что Господь позаботится. И потом Шила Праупада в одном из воспоминаний говорит, «Я обнаружил, что я никогда не был голодным». Вот это он сказал уже в воспоминах. «Я не было ситуации, что я оставался бы без пищи». Хотя вот он не работал там, ничего, но он не оставался без пищи. То есть, Господь приносил, давал, все. Предайтесь Господу, и все вам дастся. Но не имитируйте это раньше времени, что вот иногда преданные не готовы к этому, они начинают, вот я брошу работу, там брошу то, и все будет. Надо быть Шила Праупадой, предавшейся душой, тогда все будет. Есть ли еще вопросы? Кто готов сегодня выйти на Санкертону, в заснеженный город Москва, за какое-то время? Вот девушка в прошлый раз, по-моему, подняла руку. Вас Лена зовут? Как? Оля, Оля. Вот я чувствую, вот у человека вкус вошел в ее сердце. Она вот переживает и думает, как удовлетворить Господа, не тебе надо. Берите пример, Солик. Хороший, как бы, пример, когда люди, вот, слушают все, а вмещают некоторые. Вот надо просто понять такую вещь, что, как говорят, на свадьбе был, мед, пиво пил, мы не пьем пиво. По усам текло, в рот не попало. Ну, то есть, все слушают, но некоторые услышали. Понимаете? Очень важно. Дети услышали, наверняка, тоже. У них легко принимаются решения. Через две недели мы будем праздновать День явления Господа Нитьянанда. Нитьянанда Тарайодыш. Примерно через две недели. Задумайтесь, как, за две недели составьте план, как я смогу порадовать Господа Нитьянанду в день его явления, какими своими действиями, усилиями, какими-то, ну, так сказать, мыслями, желаниями и, так сказать, достижениями я порадую Господа Нитьянанду. Подумайте, напишите себе план, чтобы в это время осуществить его. Сделайте подарок Господу Нитьянанду. Никто не запрещает. Сделайте этот подарок. Можно выходить на Хоринаму. И наверняка сегодня пойдут на Хоринаму многие здесь, да? Кто выйдет на Хоринаму? Вот эта часть, да? О, мальчик выйдет. Понимаете? Пожалуйста. Почему, когда волнуешься, когда получается, когда ты не волнуешься, почему это не получается? Ну, сердце включается или не включается? То есть, понимаете, надо... Предание – это значит, все нужно отдать. То есть, когда не волнуешься, это значит, руки делают, сердце, может быть, и не делает еще. То есть, поэтому надо, когда... Это яге, надо жертвовать. То есть, когда ум, чувство, язык, все вместе действует. Когда вы думаете то, что... О чем вы... Делаете то, что вы думаете, что говорите, у вас нет разницы. Это называется нелицемерное такое состояние. А лицемерие – это когда вы говорите одно или делаете одно, а в сердце у вас другое состояние. То есть, это разница. Поэтому очень важно искренне это делать. Искренне – это значит, включением всех своих энергий. Тогда Кришна будет давать вам. Харе Кришне. Как тебя зовут? Никита. Удачи тебе, Никита. Нахренами. У нас уже много времени, в принципе. Я думаю, что мы на этом остановимся. Давайте готовиться к дню явления Господа Нитянанды. Через две недели. Порадуем его. Из своей вот этой заскорузлой, затвердевшей духовной жизни сделаем что-то живое, что-то ценное, так сказать. Что-то совершим с душой, как вот Никита говорит, с душой надо делать. То есть, вкладывать душу в свои действия. Каждое действие преданного – это... Оно зависит от того, какое сознание туда вложено. И если мы что-то делаем механически, часто может быть и не тот эффект, конечно, как вот Никита говорит. Поэтому очень важно соединить все и направить это на служение. То есть, наилучшие виды служения – это вот Харинама Санкиртана, распространение книг, проповедь новым людям. Так в конце концов, подарите комплект Шимат Бхагаватам своим детям и родственникам. Они несчастные люди, в отличие от вас. Пока еще, родственники, которые не стали преданными, позаботьтесь о них. Позаботьтесь. Не перекрывайте им доступ. Господа не тебя надует и порадует. Он... Для него родственниками даже Джагай Матхайон их за родственников считал. Это мои братья, их надо спасать. Проповедь основана на состоянии милосердия, сострадания. Если нет сострадания, то вы не можете проповедовать. Вы как эти чурки застывшие, так сказать, просто. Ну, как бы, условно говоря, вы как бы замерзшие такие. Вот есть восковые фигуры, понимаете. Надо перестать ими быть. Надо пробуждаться из этого состояния медузы в состоянии какого-то активного слуги. Слуга, он действует, он активен, он жертвует, он яги производит. А не вот это вот расплывшее состояние такое. Ну да, может быть, когда-нибудь я сподоблюсь и выйду, может быть, на Санкирта. Ну, мога быть. Спасибо большое. Если, а жизнь-то короткая, надо думать, что я делаю здесь и сейчас, сегодня. Что я задумал сегодня? Жизнь-то коротка. Каких-нибудь там несколько десятков лет. Мы что-то там думаем, что мы в Сати-югу, что ли, там жили десятки тысяч лет. Нет, у нас тут, нам каждый день дорог, надо выходить, время не ждет. Вот, того и гляди, война начнется, полыхнет чувство, так сказать, потому что греховные реакции огромные. Каждый день миллиарды живых существ уничтожаются, режут на части. Греховные реакции копятся. Так надо людей спасать. Понимаете, наша миссия – спасти людей и себя. Да, понимаете, и если вы не спасаете людей, то вы и себя не спасаете. Это другой момент. Если мы не проповедуем, то мы вообще и как бы покрываемся плесенью вот такой какой-то, паутиной, так сказать, и думаем, что мы преданы, но у нас вот этот кокон из паутины. Каких-то вот, ну, желаний, которые, в общем-то, не направлены на удовлетворение Господа Нитиананда. Вы пришли сегодня в гости к Господу Нитиананде, Шиши Даял Нитая. Вот он слушает вас, и он смотрит на вас. Он танцует, а он смотрит на люди, что-то они зажатые какие-то, и думают, чего же они предаться-то не хотят. Он на вас смотрит сейчас, он думает, что это они такие застывшие-то, что они ни на что не решают. Вот Оля решилась, а другие что-то молчат. Куда они? Как они меня удовлетворить-то думают? Он на вас смотрит, понимаете, он смотрит и в сердце видит, что какие-то там желания роятся, там, клубок желаний. Он думает, что у них там такой вообще, какой-то беспорядок какой-то, там бардак какие-то, чувства там непонятные. Что-то там все заросло, какой-то паутины. Преданные ли это, он думает, вот так вот. Господь Нитиананан думает, это преданные что ли? Нет, в Сааре вроде, но в Духоте. Он думает, а что у них, какие пожеланиям душа, ее состояния определяются ее желаниями. Чего она желает? И вот он видит, какие у нас желания. И Даршан, это когда мы приходим и показываем себя Господу. И Господь Смир говорит, ну да, вот у этого есть желание. Дай-ка ему дам больше, так сказать, милости. А этот вообще спит, хотя в вертикальном положении, но спит. Ну, пускай спит дальше, проснется, будем потом с ним общаться. Вот, поэтому, если мы пришли к Господу Нитиананде и просим его, кто-то же хочет из вас проникнуть в игры Ширада Говинды. Желание такое есть? Поднимите руки. Ху-ху, чай. Слава Богу, то есть не все еще потеряно. То есть желание есть. Желание – это отправная точка, чтобы что-то совершилось. Если нет желания, все остальное уже как бы на нуле. То есть уже никуда вы не... Есть в Шимадбхагаватам пример, в седьмой песне. Прохладный Махараш путешествовал по своему царству и увидел человека, лежащего на дороге, лицом вниз, в пыли. И руки вдоль тела были вытянуты. Или вот так, или так. И... А потом он подошел, и он был... Этот человек был такой полненький, такой у него животик был. Он говорит, а как же ты это самое... А вот предный ушел, который про еду спрашивал. Он говорит, а как пищу-то берешь? Откуда? Он говорит, а Кришна все дает. Что я руку протяну, и пища какая-то появляется, и я ее туда забрасываю. Все, полнею. То есть милость Господа, милость Господа. По милости все происходит. Давайте мы на этом остановимся. И я еще раз хочу сказать, что без милости Господа Нитянанды никаких надежд на духовный прогресс нет. То, что вы хотите ее получить, и войти в игры Радха Говенда, это великая удача. Что такое желание закралось в ваше сердце. Оно проникло все-таки. Там были ворота заперты, закрыты замки, но оно проникло туда. И слава Богу. Чай. Я вас всех поздравляю. Давайте готовиться к встрече Господа Нитянанды и встрече его Дня Явления. Чай. Чай. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok